Всем привет, дорогие зрители, с вами Чукопаф, и сегодня у нас будет вторая часть пасхалок в МТА провинции. Только в отличие от прошлой части мы будем разбирать пасхалки не на карте, а в интерьерах. Идти мы будем сначала с городов, а потом будем заканчивать другими интерьерами. Ну что ж, приступим. Надпись Батырева Эдова отсылает нас к ИТА Криминальной России. Именно эти города находятся в этой игре, а также угарная картинка сверху. Таблички с наименованием разработчиков в мэрии, а именно Котов С.А. Просто Бог. Это Серж Кот, разработчик провинции. Калинин Д.Г. Самый важный человек в провинции. Это Демпрот. Власенко Д.А. Тоже самый главный человек в провинции. Это Хеджи. Они создали этот проект. Хайдаров А.Х. Человек-масштаб по версии журнала ДПГ в разрешении 8534 на 9533. Это АДРХ-80. Тоже разработчик провинции. Клэшов П.А. ОАО. Хороший парень. Это Фэербанни. Он занимается карпаком. Власов А.В. Богат, популярен, сексуален, талантлив и просто огромный хэ. Это Параданюм. Ниже приписочка. Это Радиотехникам. Разработчик провинции. Гордеев М.Э. Этот парень очень сильно возбуждает парня из 206 кабинета. Еще он сделал Невский. По моему предположению, это Мишаня Грипп. Моделлер. Разработчик МТА провинции. КАКИН САША. Уж лучше он, чем Балу, Вигеры и Птички. У меня есть предположение, что это отсылка на моделлера из прошлой части наших пасхалок, а именно на кране в стройке Приволжска и Мирного присутствует надпись КАКЕН. И это нас отсылает к Александру Кокину, разработчику и моделлеру карпака МТА провинции. Может быть это он, а может быть это какой-то рандомный чел. Автошкола. Первая пасхалка у нас в табличках. Директор Димков А.А. Это какой-то левый человек. Ответственный по вваливанию боком Гундаев Ю.В.М. Имя, фамилия, отчество нас тоже ни к чему не отсылают. Только прикольная надпись. И начальник по пожарной безопасности Пижамов Д.И. Тоже вроде бы фамилия, имя, отчество нас ни к чему не отсылают. Блокнот в автошколе за занавеской, на котором написано «Ну и зачем ты сюда заглянул?». Надпись на столе с номером телефона именем Таня. Как я понял, номер телефона 8905-866-876. Когда я по нему попытался позвонить, этого номера просто не существовало. Надписи на меловой доске. А именно фары на L, F3 панель, двери на 2, рога на 1, лол, джетст, соблюдай РП, поворотники на Х и твёрдый знак. Пасхалка на РП-бокс. А именно логотип РП-бокса в мусорном ведре. РП-бокс, если что, это номинальный конкурент ТА-провинции в прошлом, который заменился на NextRP. АТП. Пасхалка, связанная со старой картой. Вот что о ней писал Демпрод. Данный скрин со старой карты – интерьер АТП Приволжска. Многие уже видели эту карту, но не знают, что это. Отвечаем спустя тучу лет. Когда-то мы загорелись сделать свой Чернобыль. Нарисовали карту, даже уже начали её моделировать. Были первые наброски. Стартовая часть, нижний правый угол, было масштабно. Там был туннель, ЖД, обваленный пояс и так далее. Дальше 3D Max и задумок это не уехало. Это была бы мёртвая земля, а-ля сталкер такой. Но мы переросли это, а карта осталась памятью о том, какие идеи у нас раньше были. Вот и раскрыта одна из старых пасхалок. Также интерьер этого АТП есть в Мирном. Макдональдс. Под стаканчиком, на котором написано «Отличного пня» лежит 1000 рублей. Надпись на кассовом аппарате «Мишбургер 40 рублей пикантный». И слева в нижнем углу написано «Дэм», то есть «Дэмпрод». Справа «Фэрбэ», «Фэрбани». Это два разработчика провинции, на которых была отсылка ещё в позапрошлой пасхалке. Пасхалка, располагающаяся уже на мониторе на кассовом аппарате. И тут изображена старая группа МТА провинции. Также за этим прилавком у нас нашёлся импостер, а именно работник KFC в Макдональдсе. Также такой интерьер Макдональдса есть в Мирном. Интерьер подъезда. Первое, что мы тут встречаем, это Када Стрим Захар и перевёрнутый хер. Не знаю, кто такой Захар, напишите в комментариях. Также в почтовом ящике опять отсылка на него, а именно российская газета «Этот Человек» назначил релиз на 10 число. Пасхалка на втором этаже в виде надписей, которые вы можете сами прочитать, и тут идёт отсылка на Купянск. И пасхалка на последнем этаже в виде всех ников разработчиков, а также JSTIM. Эта пасхалка располагается в любом лифте МТА провинции. Главное, выберите высокое здание, где есть лифт, и вы можете зайти сюда, нажать на «Начать ссать в лифте». ГОСТИНИЦА КВАРТ За ресепшеном этой гостиницы на компьютерах располагаются сервера провинции. Далее у нас располагается фотография с картой. По всей видимости, беты 2.0. Журналы в этой гостинице. Первые два журнала нас встречают уже на входе, а именно это «Дом 2» и «Пятое колесо». Следующие три журнала у нас находятся уже на втором этаже, а именно новый журнал «Пятое колесо», «Вазвис 1.07» и «Автолегенды СССР». И на третьем этаже лежат еще два журнала, именно «Проурганта» и «Нью Аута». И на седьмом этаже лежит журнал под названием «Тюнинг в гольф». Также еще небольшое упоминание по этой гостинице, то что на картинах изображены скриншоты из МТА провинции. Пасхалка в интерьере этой же гостиницы, а именно плакат «Провинции Беты 0.1.5». КУВД. Первая пасхалка у нас находится в комнате дознания, а именно это бутылка, лежащая в углу. Я думаю, вы все сами понимаете. На мониторе изображен мужик, видимо, с рюмкой водки, либо со стаканом воды, который что-то говорит. На мониторе изображен пациент с серпом в глазу. Разбитый монитор. Кинотеатр. Плакат «Лесбийская резня гипса ногой». Пасхалка на «Матрицу». Фильм «Ничего не брали». «Самка бабуина». «Нелюди». «Зачем я намочил манту?» Иван Васильевич «Ченч Хис Профэшн». Пасхалка на мониторах, а именно на первом тут изображена игра «Герои Трим», а второе тут какой-то диалог во ВКонтакте. Плакат «Нави». Планета «Секонд Хэнд». Футболка «Стэйнс Нэйшн». Поздний «Иж». «Стар Ворс Эмпайр». «БПАН». «Монстр». «Джек Дэниел». Еще одна футболка «БПАН». И футболка, отсылающая на ютубера Мэдисоном. «ТТУ». А именно фотография с надписью «Этих не пускать, они опасны». «Пиццерия». Когда становишься на маркер, появляется меню с выбором пиццы. И самая дорогая – голубой Андрей. «Бар». «Пасхалка на мониторах диджейских». С надписью «Еще одна отсылка к Мишам». «Банк». Фотографии на мониторах, а именно башка чья-то в банке. И код с надписью «Сижу в банке». Надписи в банковском клиенте. А именно «Мы рады видеть вас снова. Любишь кататься, люби ОСАГО оформлять». «Банковские операции с хирургической точностью». «Оплата штрафов». «Доездился, Блэд». «ЖКХ операции». «Почки у вас две, а Ламборджини не одной». «Оплата налогов с улыбкой». «Не имей 100 рублей, а имей надежного поручителя». «Мы рады видеть вас снова и деньги ваши у нас». «Больница». «Кружка с Грандзефт Ауту. Вайситим». «Газета Казанские ведомости». «Новая маршрутная схема Казани». «Обсудим». «Магазин оружия». А именно, пасхалка на мониторе с текстом «Я не могу больше ходить на работу. Она меня портит и убивает. Там всё сложно, я не справляюсь, я больше не могу». «Гриль-бар Три оленя». Тут, кстати, ошибка в слове «гриль». Оно пишется с одной «л». «Автосалон». Эту пасхалку вы никак сами не посмотрите, поэтому вставлю скрин. Первый монитор – «Дрифт Парадайз». Это отсылка на одноимённый сервер «МТААМ». Второй монитор – «Премьер Гейм». Это отсылка на «Премьерск РП». «Спортзал». Первая пасхалка – это календарь с Арнольдом Шварценеггером. Плакат с бодибилдерами разными и подписью «Вы наша гордость». Плакат «Мужчина должен выглядеть как воин» и подписью «Михаил Круг». Топовые картинки, подходящие под спортзал. Плакат «Благодаря качалочке я могу взять любого мужчину». Плакат с Александром Невским и подписью «Через качалку я стал лучшим другом Арнольда». Александр Макединский. Ещё один плакат Александра Невского в полосочку. Топовая картинка какого-то бодибилдера из 19 века. Даже не задумываясь ни хрена, просто наношу увечья. Антон Сильёнко. Плакат с Майком Тайсоном «Если человек встаёт после падения, то лучше бы он лежал». Магомед Тосаев. Ночной клуб. Фотка на ноутбуке, на которой изображена «Волга» и «Семёрка». Плакат «День железнодорожника» 6 августа. Такая же картинка на диджейском ноутбуке, только без надписи «Это ещё одна отсылка к Мишам». Отсылка на альбом Хованского «Моё гэнгста» MC Хованский. Три купюры, одна номиналом 5000 рублей и две по косарю. ГУВД «Мирного». Пасхалки в виде плакатов на розыск. Первая это «Пётр Попов». Вторая это «Вооружён и опасен». Опасный подсек. Третья это вроде бы Алексей Навальный. Четвёртая – «Розыск разработчика Купянска». А остальные четыре плаката, я не знаю кто это. Фотография Демпрода, разработчика провинции. Пасхалка непосредственно в камере тюрьмы. Находится за туалетом, если включить вид от первого лица. И на ней изображена НЛО и надпись «Они рядом». Банк. Фотографии со старых версий МТА провинции. Бойцовский клуб. Пасхалки находятся в самом октагоне. А именно «Уф. Ноге больно». «Хоспитал». И «Пять Джекилл». А также радиопровинция. Больница. Пасхалка. На табличке «Приём ведёт главный врач» Майкл Таунли Десанта. Кто не знал, это один из главных героев ГТА-5. Гостиница «Космос». Надпись на мониторе. АТП. Туалет. Философская комната. Сзади монитора написано ADRX-80. На доске написано «Бета-2. Джей Стим. Провинц 2014-2018». Это отсылка к разработке «Беты-2». А также разработчик ADRX-80. Значок «Рокстар». ГТА. И «900Н». Картина на втором этаже гостиницы «Мама жест», которая нас отсылает к миру ГТА. А именно ГТА-4. И ГТА-3. Банк. Изображение иллюмината на мониторе. Завод «Красный Октябрь». А именно, тут располагаются плакаты «Рано утром просыпайся, поскорее на работу собирайся». На работе ты не гость, унеси хотя бы гвоздь. Вверху текст неразборчив, а внизу написано «Получи в бубен». Тут тоже текст неразборчив, но общий посыл ясен. Обвеличивайте урожай конопли. И берите пример со знаменитого коноплеевода Боба Марли. Как выпью водки, энное количество, и мне не страшно. Да, и слово там закрыто. Рожа в глине. В жопе ветки, возвращаюсь из разведки. ТТУ. На картинке изображено два старых трамвая, а именно Ситистар, который ходил раньше в Мирном, и Витязь, который ходил в Невском. Морское училище. На экранах ноутбуков изображен старый клиент зимней версии МТА провинции. А взади этого ноутбука написано ADRX80. Магнитным. Плакат «Товар недели. Мишка. Встала. Шишка». Такой же плакат, который был в ГУВД Мирного, а именно «Розыск». Если вы видели этого человека, позвоните по номеру 8 800 555 3535. Это одновременная отсылка на рекламу, всем известную, связанную с этим номером. А также картинка, которая прилагается к этому плакату, а именно это отсылка на разработчика КТА Купянск, Александра Малкова. Чипсы «Лейс» со вкусом «Хэткраба». Мешано молоком. Ну и заходя на маркер покупок еды, у нас тут первое название магазина вместо «Магнита» «Игнат». Вместо «Сока» «Добрый» «Сок злой». Вместо «Сникерса» «Карпак». Вместо «Лейс» «Ляйс». И вместо «Молока» «Простоквашина» вот этого кота у нас фотка «Гамаза». Компьютерный клуб. Отсылка на игру Half-Life 1. Отсылка на Counter-Strike 1.6. На GTA Vice City. На Counter-Strike Source. Плакат «Страна игр». Отсылка на игру Beyond God. Плакат «Страна игр». Хитман. Квартиры. Джейсон Стэтхэм. Книга «Приключения Миши». И писатель этой книги Стала Шишин. Надпись «В рамке Rocket Bunny». И также справа от них в двух картинах располагаются машины, которые называют Rocket Bunny. Для тех, кто не знает, что такое Rocket Bunny. Это уникальный по стилистике и характеристикам аэродинамические обвесы для автомобилей, производимый небольшой японской компанией Tops Racing Arts Kyoto. Далее, пасхалка в этом же интерьере. А именно, мы должны упереться в этот угол, где находится фотография опасного поцека, смотреть прямо на неё и в приседе бежать в угол. И тогда у вас будет одна из реплик, как раз-таки, этого опасного поцека. Более дорогой интерьер. На полке мы видим два журнала. «Самара» и «Москвич 2138» и «2140». Различные книги. Книга «Живой огурец» под авторством Юрия Попова. Разбросаны игры от PS4, а именно Battlefield 4, Grand Theft Auto Province, Beta 0.1.7, Купянск, Far Cry 4 и Pokemon Go. А также ещё какая-то одна игра, затерянная между телевизором и шкафом. Ваня, я люблю тазы. Какая-то коробочка Limitless RTDAM. Фотография съезда разработчиков. Журнал Playboy. Журнал VTEC про Хонду Интегру. И второй журнал «Arabia Motors» GDM Her. Книга «Искусство ведения войны» Виктор Бодрый. Интерьер, начинающийся в квартирах от 700 тысяч. Календарь, на котором написано «1989 год» с очень странными наименованиями месяцов. Четыре игры, стоящие на полке. А именно Half-Life 2, приложение, а не игра 3D Max, Worms Fords и 25 To Life. А также выше расположена золотая кнопка GST Project. На такой же полке, только справа, расположены 5 альбомов американских рэперов. Надпись, выложенная из книг «JTT Club». «JTT Club» — это мод на GTA Криминальную Россию, разработчиком которого был Михас. Также мы можем лицезреть 5 картин, висящих на стене. А именно, Элвис Пресли, Чак Берри. Такие же журналы, как «В отеле», «Мирного», «Пятое колесо», «Пятое колесо» и «Нью Аута». Сокращение ника «Дэмпрод» и карта из 0.1.7. Отсылка на фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». Коврик в туалете «Ну ты это, заходи, если чё». А также фотография разработчиков. Фотография мужчины из Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, установить, кто это, не получилось. И фотография в рамке с надписью «Гарри Зевулфман». Поиски тоже ни к чему не привели. Книга «Миша и медведь», «Остров Доридом» и «Пасхалка на Рокет Банни». Карта «Провинция», на которой красными стрелками помечены пасхалки. Одна пасхалка – это труба в Невском. Портрет одного из двух главных разработчиков МТА «Провинция», а именно «Хеджа» с подписью «Верховный Главнокомандующий Республики Провинция». Карта «РП-бокса» с подписью «Территория противника ГТА России». Карта «ГТА Криминальная Россия» с подписью «Территория противника». Плакат «Всунь простуде». Плакат «Порви с паскудой». Надпись «АДЭРИКС-80». И аптека «Здоровье», которая называется «ХЕСАЯМ». Ну и на этом всё. Пишите свои предложения по данному видео. Может, что я не добавил. Может, что я пропустил. Или вы думаете, что это не пасхалка. Или я там что-то неправильно сказал. Пишите все свои догадки в комментарии. Напоминаю, что у нас осталась ещё одна часть по пасхалкам. А именно по транспорту и скинам. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Бейте в колкол. Переходите по подсказкам. Пишите свои комментарии. А с вами был Чикопаев. Всем удачи и всем пока.